здравствуйте идем уже домой и грибов собрали и поработали немножко на даче хочу пока есть свободное время здесь все равно гриба не встретим это такое место что без грибов хочу зачитать один комментарий как раз муж остановился что в этом комментарии прочитала о чем хочу погореть вы начинающий психолог и сейчас даете людям в корне ошибочную установку вы формируете у людей ложные надежды на то что когда-то будет как раньше или все нормально и мы вместе эти жуткие времена еще вспоминать будем но как говорил хороший австрийский психотерапевт выживший в концлагере виктор франк первыми сломались те кто верил это скоро все закончится вторыми потом те кто не верил что это когда-то закончится выжили те кто сфокусировался на своих делах без ожидания того что еще может случиться это думаю действительно полезное наблюдение психотерапевта испытавшего тяжелейшее давление живы и живите день за днем и не ждите ничего в этом числе того что станет лучше такие сейчас времена я вот говорила о том что люди там жрут пьют веселятся осуждают некоторых блогеров и я говорила что понимаете нервная система у каждого разная и одни вот так снимают стресс и пусть так делают пока есть возможность и вот видите люди которые пережили войну прошли через концлагер и вот какой совет то есть живите другого выхода нет ничего не ждите будет так как будет то есть если вы будете ждать что вот должно какое-то улучшение какое-то улучшение а это улучшение не проходит вам обещают через месяца через два через полгода через год и зависимости что за ситуация а ведь нас ничего не зависит абсолютно и когда феврале вот это все случилось это был конечно такой шок ты не знаешь что делать как жить дальше вот именно как жить дальше и когда живешь в этих стрессовых ситуациях день за днем и ждешь что вот должно быть когда-то обязательно взорваться рядом с тобой ракета или что там они запускают это конечно нервная система не выдерживает люди не выдерживали и бились в истериках там где не было в те времена никаких взрывов только на одних сиренах сходили с ума и понимаете я их то понимаю отлично а люди некоторые этого все не прошли не понимают да все переживают за свою жизнь как бы нам не жилось хорошо или плохо все хора все равно хотят жить никто не хочет умереть понятно что рано или поздно все это случится произойдет но каждый хочет чтобы это время чем дальше и отодвинуть этот момент и жить и жить поэтому видите как человек советует не ждать ни лучшего ни худшего не надо уже опускать руки что лучше ничего не наступит все равно все меняется все равно рано или поздно что-то произойдет что изменит нашу жизнь так как происходит и когда становятся наступают эти тяжелейшие времена так или рано или поздно придут лучше просто жить вот как нам страшно было идти в лес потому что запрещали говорили что заминировано и все на свете и когда мы шли первый раз это честно говоря было жутко очень жутко но ты просто логически логически рассуждаю что зачем минировать этот лес для чего мы пошли первый раз муж шел впереди я старалась быть рядом думаю ну если что-то случится значит случится да времена очень тяжелые ты не знаешь где тебе прилетит сколько людей спасали своей жизни и кажется вот уже уехали вот они спасены а там находили свою смерть по разным причинам так что кому что суждено все равно от этого не уйдешь поэтому надо просто жить день за днем день за днем находить себе какой-то интерес как я говорила я хотела забросить снимать и монтировать эти видео и загружать меня отговорили потом тоже села посидела думаю что от этого кому-то лучше станет если я перестану снимать обычную свою жизнь поэтому просто живите а дальше будет как будет кому что суждено то и случится потому что когда люди еще вот наступает такое состояние как говорят обосил руки а оно на самом деле человек как бы себя кодирует и вот этими тяжелыми мыслями формируются эти тяжелые энергии и человек как бы решает что все и постепенно 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 шаг за шагом энергия уходит и физическое тело умирает поэтому есть возможность просто жить обычной жизнью живите а что случится и будет потом это будет потом и не слушайте тех людей которые говорят а у них война они населятся они отдыхают и все остальное есть возможность отдыхать отдыхает есть возможность уехать и там жить полноценной жизнью живите уезжайте кто решил оставаться в определенным каких-то причинам даже связанным с обычным банальным отсутствием денег даже было доехать куда-то значит так вам суждено и значит надо жить у каждого свои причины будет как будет ой сложно все конечно но деваться некуда до свидания до свидания Продолжение следует...